Добрый день, уважаемые телезрители! Это шоу-рум телевидения Казанского Федерального Университета, я Юрий Алаев, и это телевизионный дискуссионный клуб. И сегодняшнее заседание посвящено достаточно острой и вот буквально глобальной теме мигранты и школы, точнее, наверное, дети мигрантов и школы, принимающие страны. Мы собрались накануне официального открытия пятого международного педагогического форума, который все эти пять лет организует и проводит Институт психологии и образования КФУ. И сегодня у нас в качестве экспертов некоторые из участников этого форума. С вашего позволения я представлю вас. Итак, профессор университета Майами Дина Бирман, профессор Софийского университета Сийка Чавдарова Костова, профессор университета Лейпцига Махаббат Кинжигалеева, научный сотрудник университета Падуэ Личия Бамбьери и доценты Института психологии и образования КФУ Чулпан Громов, Резда Харуддинова. Спасибо всем, что выбрали время с утра пораньше для участия в сегодняшнем разговоре. И если не будете возражать, прежде чем мы перейдем к конкретике, здесь у нас в зале студенты Института психологии и образования и преподаватели из некоторых казанских школ. Поэтому я надеюсь, что по ходу разговора вы сумеете обменяться какими-то мнениями, возможно, встречные вопросы, не только от меня. Я вообще, откровенно говоря, предпочел сегодня посидеть чуть в стороночке, потому что мы этот дискуссионный клуб запросто, имея в виду состав участников и зала, можем превратить в научно-практическую конференцию. И в этом случае роль телеведущего почти нулевая должна стать. Но как пойдет, посмотрим. Если не удержимся в академических рамках, может быть, это даже и к лучшему. Один вводный вопрос ко всем экспертам. Кто захочет отвечать, в какой последовательности, пожалуйста, я думаю, это не будет большой проблемой. Вопрос, мне кажется, вводящий в некоторой степени в контекст заявленной темы мигранты и школы, или дети мигрантов и школы. Как вы относитесь к теории и практике мультикультурализма? Это то, что по сей день является трендом? Это нечто отмирающее? Это, несомненно, полезный тренд? Или это тренд только замутняющий и искривляющий какие-то движения к разумному, доброму, вечному? Пожалуйста, кто? Дина, может быть, с вас, коль уж вы у нас сегодня в центре? Да. Я не знаю, как без этого вообще быть без мультикультурализма, мне кажется. Вот вы начали с того, что это глобальная проблема, и мир сейчас очень изменился, миграция происходит везде, и нет таких вот мест, где только одна культура присутствует. Так что без этого, мне кажется, просто нельзя. Не то, что мы считаем хорошо или плохо, просто вот такое разнообразие. То есть это некая такая данность, ее уже не уйти. Да, абсолютно. Я думаю, что нужно сделать некоторое уточнение. Мультикультурализм как практика и мультикультурализм как теория. Я думаю, что когда говорим о практике, это ясно. Я абсолютно согласна, это невозможно, чтобы и не был мультикультурализм. Просто жизнь такая. Но я думаю, что большие дискуссии, когда мы говорим о теории, и когда мы говорим о концепции мультикультурализма, политические, идеологические, научные, и тогда дискуссии. Что такое мультикультурализм как дефиниция и какое воздействие этих дефиниций на практике. Тогда проблема, я думаю. Иначе это неизбежно. Просто глобализация это факт. Но что делать с этой глобализацией, это большая проблема. Это большая проблема. И некоторые предлагают вообще покончить с этой глобализацией, вернуться к идее национального государства, существовать так, как мы существовали лет сто назад. Махаббат, вы можете что-то добавить или хотите что-то добавить? Я совершенно согласна с моими коллегами, потому что как раз-таки вот эти уровни, о которых мы говорим, я думаю, нужно их четко разграничивать. Это вот тот уровень теоретический. Я бы еще добавила бы уровень политики обращения с этим. То есть каковы цели на политическом уровне у каждого государства. Как мы обращаемся с той действительностью мультикультурных сообществ. И действительно, потому что это действительность, это реальность. Вопрос, я думаю, встает, насколько мы воспринимаем. Эту реальность, каковы наши установки к этому, к тому, что это действительно уже реальность. Вот здесь две вещи, конечно, да, когда мы говорим наши, хотелось бы некой конкретики, потому что наши с точки зрения властей, придержащих это одни наши, наши с точки зрения существенной части общества, это немножко другие наши. Вы сейчас упомянули такую вещь, что вот о практике говорят, надо бы понимать, вот зачем, да, как это проводится в жизни, как это осуществляется. Спасибо. Здесь, Людче Чупан, у вас дополнений каких-то нет? В принципе, все нормально, да, спасибо. Я хотел бы уточнить вопрос, да, может быть, он прозвучит немножко провокационно, вы уж меня извините, да, нет ли ощущения, я думаю, что оно есть у некоторых, вот у меня, например, в частности, что вот это политика открытых дверей, практикам мультикультурализма явились следствием некоторых вполне конкретных социально-экономических процессов. Ну, возьмем Европейский Союз, да, конкретно, вот, в качестве примера. Европа стареет, так называемые коренные граждане, коренные жители государств Евросоюза и примыкающие к ним государства, уже во многих случаях просто не хотят идти на грязные работы, даже те люди, которые относятся к трудоспособному возрасту. И власти, вот наши первые категории, о которых я упомянул, отвечая, дополняя как-то немножко махаббат, они в какой-то момент поняли, что нужна свежая кровь, нужна молодая кровь, нужны новые рабочие руки. И мультикультурализм начал расцветать. Я упрощаю? Это очень сложно. Потому что мотивация может быть разная. И я думаю, что это нелегко ответит. Есть разные мотивы, чтобы, как сказать, относиться положительно к этим потокам, мигрантским потокам. Может быть, есть такие мотивы, но есть и другие. Например, сострадательность, эмпатия. Я думаю, что у многих людей в Европе, я говорю, это очень, как сказать, сильный мотив. Когда мы говорим для беженцев, например, нет, для трудовой миграции. Потому что это разные группы. Мы трудно можем говорить в целом. Понимаете? Есть экономические миграции, но есть и эти, которые беженцев. Они ищут просто жить. И в Европе еще один другой акцент. У нас тоже есть много традиционных меньшинств. И мы можем говорить... И мы можем говорить об этих соотношениях традиционных меньшинств и отношениях мигрантов, новые мигранты. Традиционные меньшинства, они тоже были мигранты. Или просто были люди, которые жили где-то, но после войны, знаете, все променилось. Есть и совсем простой пример. Российская Федерация, где достаточно много этнических меньшинств, и все они говорят, ну а мы ниоткуда не приехали. Это наша земля здесь. И наши предки из той, и двести, и триста, и четыреста лет назад жили. Но тем не менее, если по этнической классификации рассматривать, это меньшинство. Это не русский народ. Или второе по величине татарский народ. Это, может быть, совсем маленькие этносы, но они существуют. Вы сказали об эмпатии, это очень симпатично все, но, извините, я вынужден заметить, что, конечно, правила прохождения границ, колючие проволоки на некоторых границах устанавливаются не теми людьми, которые испытывают или не испытывают эмпатию, а устанавливаются государственными органами, да, государственными властями. И государственной власти руководствуются, конечно, не эмпатией, когда провозглашает Ангела Меркель политику открытых дверей, ее за это нещадно критикуют 10 лет, а она говорит, нет, мы все равно будем принимать, мы их будем принимать, и принимают, и принимают, и принимают. И мы уже видим множищееся количество примеров телевизионных, в сети, в ютьюбе побочных эффектов, да, вот, может быть, такого чрезмерно большого миграционного потока. Я согласен с вами в том, что это на самом деле очень сложная проблема, да, вне всякого сомнения. Могу я добавить? Да, конечно, конечно. Я думаю, что здесь, опять-таки, мы затронули совершенно два разных процесса. О том, что мы говорим об этих потоках и так далее, мы говорим о процессах миграции. Мультикультурализм — это политика обращения с поликультурностью. Это для меня, например, совершенно разные вещи. Они не связаны, извините, что перебивают? Естественно, они связаны друг с другом, но это не одно и то же. Ну, конечно. Вот этим я хочу подчеркнуть. Раз мы начали говорить о мультикультурализме, то я бы здесь сделала разграничение. Конечно же, государство регулирует миграционные потоки, либо это как бы процессы, которые запланированы и так далее, либо же есть регулярная, так называемая, миграция, нерегулярная миграция и так далее. И вот сейчас как раз-таки мы говорим об этих процессах, но не о мультикультурализме. Вы знаете, конечно, пример Америки — это совершенно другое, да? То есть у нас... Да-да-да, мы сейчас уточним кое-что по поводу Америки. Да? Ну, хорошо. Я согласна. Вы знаете, это всегда была страна иммигрантов. Нация иммигрантов. Нация иммигрантов, да. Нация иммигрантов. То есть тогда вот приезжали массы из Европы тогда в основном и ассимилировались. И сейчас у нас приезжают в основном из Латинской Америки и Азии. И вопрос, могут ли они ассимилироваться или нет. И вот тогда возникает проблема мультикультурализма. Потом я хотела еще другое сказать, что у нас иммигранты разделяются как бы в две группы. Есть действительно вот эти вот рабочие иммигранты, которые, может быть, у них образование ниже, и они приезжают вот на такие, вы их назвали, грязными работами. А есть мигранты, которые очень квалифицированы и приезжают на высоко квалифицированные работы. В определенной степени состав экспертов на это указывают. Да. Вот скажем, в Америке 25% врачей родились не в Америке. В Израиле тоже. В Израиле тоже. Побольше, пожалуй, чем 25%. Наверное. Да, очень симпатично. Вот хорошо, что вы сами подчеркнули особость Соединенных Штатов в этом смысле. Но, коль уж мы об этом заговорили, со времен отцов-основателей Соединенные Штаты на уровне государственной политики декларировали принцип плавильного котла. Да. Принцип политической нации. Да? We are Americans. Да. Не испанцы, не китайцы, мы американцы. Все. Сейчас вы говорите, что мультикультурализм у вас тоже торжествует. Мультикультурализм предполагает все-таки сохранение этноконфессиональных отличий. Правда ведь? В определенном смысле консервацию. И если говорить о современном состоянии США, я имею в виду в части демографии, ну, насколько я понимаю, испаноязычных все больше, и они скоро станут абсолютным большинством, если еще не стали. Этот плавильный котел, он уже так забронзовел немножко, пусть мне эту вольность простят. А если я правильно понимаю, на смену термину плавильный котел, вот в контексте, ну, что ли, проповедования или воцарения мультикультурализма, пришел термин салатница. Да, 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 это я когда натолкнулся на это, то так было забавно, думаю, ну, надо же, был такой брутальный принцип, да, плавильный котел, мы здесь все будем исключительно американцами, время идет, 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 и от этого брутального принципа плавильного котла великая нация, нация мигрантов перешла к совершенно вегетарианскому, причем буквально в свое слово вегетарианскому, салатнице, да, но очень политкорректному, я согласен. То есть, вы хотите сказать, я хочу просто вот это подытожить, вы хотите сказать, что все, не идет уже речь о плавильном котле? Ну, в общем-то, нет, то есть, есть люди, конечно, которые, может быть, это предпочитают, и... Васпы. Да, ну, или, скажем, люди, которые белого цвета и не отличаются там от васпов, а те, которые, на которых посмотришь, и понятно, что они не другой расы, не из Европы, то это сложнее. Есть люди, которые коренные американцы, которые родились там, и у них предки родились там, но они не выглядят как те, которые начинали эту страну, и для них это невозможно, поэтому ассимиляция котел – это уже не реальность. Все понятно, спасибо большое. Наверное, сейчас мы перейдем к некоторой конкретике уже, да, к делам школьным. Считаем, что вводная часть закончена. Единственное только вот уточнение, Махабад заметил, что это разные вещи. Миграция, да, миграционные потоки и мультикультурализм. Но политика мультикультурализма, с моей точки зрения, на практике в очень во многом, если не в решающей степени, зависит от того, какие в твоей стране миграционные потоки, какие этнические или этноконфессиональные анклавы, да, возникают в тех или иных городах. И от этого мы неизбежно прямо переходим к проблемам современной школы, проблемам педагогов, у которых начинают заниматься дети из, скажем, из среды мигрантов, проблемам самих детей. Мигрантов, правда, они ведь существуют, различия никуда не деваются, во всяком случае, вот пока ребенок, вот он там первоклашка или кто. И я хотел бы, чтобы вы, уважаемые эксперты, сейчас, ну какие-то, может быть, даже кейсы конкретные привели, просто поделились своими наблюдениями и опытом, как в ваших странах вот эта проблема решается. Проблема организации преподавания, проблема взаимодействия учителей и учеников, учителей и родителей, то есть мы, конечно, это разобьем немножечко, я сейчас просто вываливаю все эти вопросы, понятно, что мы все в кучу уж, наверное, одним махом не проговорим, но тем не менее. И ваш выбор, с чего начать? Что, вот если иметь в виду проблематику, да, детей, мигрантов в школах, что бы вы назвали, вопрос ко всем экспертам, да, что бы вы назвали проблемой номер один, в чем она, вот самая большая, с чем сталкиваются конкретные преподаватели практики, может быть, ученые, которые занимаются вопросами педагогии? Ну, хорошо, я скажу что-то. У нас мигрантов немного. Мы, да, конечно, в Европейском Союзе, но ситуация в Болгарии совсем по-различному, в сравнении, например, с ситуацией в Германии или в другой европейской государстве, и поэтому, когда мы говорим о проблеме адаптации мигрантов в школе, нужно уточнить, где в Европейском Союзе, потому что в каждом государстве эта ситуация разная. Конечно. У нас очень мало мигрантов, у нас много представителей, меньше, и когда мы говорим для мульти, даже мы не пользуем это понятие, столь много мультикультурного образования, мы используем интеркультурное образование. Интеркультурное, межкультурное. Да, да, понятно. Мы предпочитаем это понятие, потому что оно более релевантно в нашей ситуации. У нас меньшее, традиционное, у нас немного мигрантов, немного трудовая миграция, немного бежанцев, и поэтому у нас нет такая большая концентрация в школах, где много мигрантов и много бежанцев. Это, возможно, например, в одной школе два-три представителя, например, в Сирии, но две-три, или китайцев две-три, немного. Но у нас в школе, например, где доминируют дети с ромского происхода, с турецкого, но это разное. И потому что акцент здесь мигранты, а не традиционных меньшинств, я могу сказать, что я думаю, что есть два основные проблемы адаптации. Первый – язык. Это первый. Я думаю, что это везде. Это очень важно, чтобы дети говорили язык преподавания. И мы знаем, что вообще в мире есть разные подходы. У нас был подход, впервые учат болгарский язык, потом идут в школу, и теперь мы пользуем другой подход. Они сразу в школе, потому что с точки зрения судьбы детей-бежанцев, это очень важно, чтобы школа была пространство для их сигурности. И это первое решение. Проблема адаптации детей в обществе. Идти в школе, научить язык. И я думаю, что потому что они немного, культурные различия, конечно, важны. Потому что, например, наше государство доминирует православие. У нас есть, конечно, мусульманы, но они немного. И эти детей не учат в школе, где, например, есть такие дети с их религией. Они просто включаются в общие школы. И я не думаю, что, как сказать, проблемы очень серьезные. Может быть, где-то, когда-то есть какая-то проблема, которая связана с цвет кожи. Но это эпизодично. Но нужно подготовить учителей, чтобы работали с ними. Потому что предрассудки большие. Я думаю, что это большая проблема. А мы сейчас проверим на примерах других государств, как это выглядит. Болгария в этом смысле выглядит просто как оазис. В европейском сообществе. Я не о союзе говорю, а о сообществе. Можете сказать, что это теперь уже почти моноэтническая страна? Моноэтническое государство? Нет, нет. Большинство болгаров, 10% турков. Я говорю для официальной статистики. Около 5% ромы, и армянцы, и евреи, и власы. Все понятно. Просто мы привыкли жить вместе. У нас очень мультикультурные. Наши общества в принципе мультикультурные. Но Болгарию мы хорошо знаем со времен Советского Союза. Это была единственная почти доступная для граждан СССР страна зарубежья. Все очень любили туда ездить. Кто имел возможность... Вы хотели что-то сказать? Я правильно понимаю? Вы активно обсуждаете что-то между собой? Нет? Помогает перевод. А, вот только в этом. Все понятно. Пожалуйста, Махабад, может быть вы продолжите? Конечно же, да, вы уже упомянули тот факт, что Германия стала известна по всем сообщениям, по телевидению и так далее. Извините, пожалуйста, я напомню на всякий случай залу и телезрителям, что Махабад представляет университет Лейпцига, федеративная республика Германия. Да, и хорошо, что вы напомнили официальное название этого государства. Это федеративная республика. И вопросы образования, они находятся в компетенции отдельных федеральных земель. Поэтому, конечно же, общая ситуация в Германии такова, что на данный момент, это статистика 2017 года, пока еще агентство не успевает обрабатывать все данные, чтобы получить актуальные, совершенно актуальные данные. В 2017 году процент тех людей, которых в Германии принято официально называть людей с миграционным бэкграундом, составлял более 23. 23% от чего? 27% от общего населения Германии. Здесь я бы тоже хотела, я думаю, что проблематика обсуждения этих вопросов еще заключается в том, когда есть представители различных государств, то, наверное, сначала надо как-то найти консенс, о чем мы говорим. Потому что терминология, она может различаться. И понимаем ли мы под мультикультурализмом то же, то же в Германии, то, что понимают под этим в России или в Америке, или в Болгарии. И если, как бы, я очень приверженна того, чтобы сначала нанести общий язык. По дефиниции организации объединенной нации, мигрант – это тот человек, который живет в том государстве, в котором он не родился. И это мы говорим о тех, кто действительно сам мигрировал. Это мигрант. Все остальные – это дети и так далее. Это первое поколение, второе поколение, третье поколение. Поэтому в Германии и применяется вот этот термин «person with migrant background». То есть не мигрант. И это было бы более корректно. Потому что дети, которые уже родились и выросли в этом государстве, у них нет истории вот этого миграционного процесса. И поэтому в этом тоже нужно делать большую разницу. Это первое поколение, тот, кто сам прошел этот процесс. Это дети, которые уже выросли. А потом же уже есть в Германии, допустим, уже и внуки этих тех, кто мигрантов, которые, и в этом вопрос, они до сих пор считаются мигрантами. Но вот вы можете ответить, в Германии они считаются мигрантами не на уровне законодательства, там, федерального или земель, а на уровне вот обыденного, обывательского, если хотите, сознания. Конечно же, есть разница, да, о ком мы говорим, какая среда, в какой среде мы находимся. Да, поэтому, когда вот коллега сказала, что, естественно, если кто-то имеет другой цвет кожи, то вопрос возникает, или восприятие сразу возникает автоматически, да, это человек, который имеет какие-то другие корни. Да, это есть, это есть, и есть предрассудки, есть стереотипы и так далее, и так далее. То есть, но если мы говорим о вопросах проблем владения языком, то, конечно же, тот, кто уже родился, он уже не владеет языком своих предков, да, как бы, но по официальной статистике сейчас в Германии тоже, как бы, очень долго и работали над этим, и сейчас, до сих пор, и каждый раз меняется вот эта дефиниция этого понятия, кто относится к этой группе. Это первый такой незавершённый процесс, да, сами дефиниции меняют своё содержание. Конечно, конечно, и это правильно, это правильно, потому что то состояние, которое было 30 лет назад, 50 лет назад, и сейчас это совершенно разные вещи, меняются поколения, и должно меняться восприятие этого, поэтому... Махаббат, извините, можем на примере вот турецкой диаспоры, вот в 60-е годы первая волна миграции из Турции в ФРГ, в Германию, она ведь сделала очень много не только для Германии, но и для Турции, туда вернулись потом квалифицированные люди, с этими скиллами, с новыми совершенно, да, с новыми компетенциями. В каком-то смысле это просто здорово помогло турецкой экономике, но десятки и сотни тысяч турков, которые в 60-е годы приезжали в Германию, очень сильно помогли и Германии, да, восстанавливать свой промышленный потенциал, развивать некоторые новые отрасли. Часть этих турков вернулась к себе, значительная часть осталась, да, Махмуд Азал в сборной Германии признавался три года, турок этнический, да, три года лучшим футболистом Германии, такое о чем говорит, да. Вот их дети, вот именно вот на примере турецкого этноса, они воспринимаются на обывательском уровне как дети мигрантов, или это все, уже они ассимилированы? Нет, они дети мигрантов, все-таки, и, к сожалению, предрассудки есть. И предрассудки, наверное, в первую очередь испытывают именно вот эти дети, которые не выглядят как настоящие этнические немцы. Не хоу дойчь. Да, да, да. Ну, я говорила, что этнические немцы, да, то есть, потому что, как бы, большинство из этих детей, естественно, являются гражданами Германии, имеют гражданство в Германии. И эти проблемы есть, как бы, хотя в Германии, конечно же, очень большие усилия предпринимают в этом отношении. То есть мы не говорим об ассимиляции, мы не говорим о мультикультурализме. Сейчас программа в Германии на официальном уровне интеграция. И интеграция не меньшинства к большинству. Интеграция должна затрагивать двустороннее движение, она должна затрагивать. И к этому пониманию, наконец-таки, пришли в Германии, что не только мигранты должны, так сказать, внести свою долю и пытаться интегрироваться, то есть то общество, которое принимает этих людей, оно должно открыться этим процессом. Я, как мигрант, могу биться и биться, но если меня, как бы, общество это не воспринимает, то в конце концов я ничего больше уже не могу. Но мы с вами говорим уже о вопросах преподавания по существу, да, если так вот чуть-чуть спроекцировать это хозяйство. Но и замечание о встречном движении, насколько я понимаю, вызывает как раз наиболее яростное противодействие, когда говорят, что почему, да, хорошо, мы готовы интегрировать людей, которые приехали к нам в нашу благополучную страну, там откуда-то, я не знаю, из Сирии, там из Афганистана, еще откуда-то, из стран Ближнего Востока, Центральной, Средней Азии. Но почему мы-то должны, это извечный спор, да, мы поднимаем до себя или опускаемся до кого-то, мы чувствуем, что мы выше, и мы, почему мы должны интегрироваться в эту сторону, пусть они до нас тянутся. И это ведь и на школьном уровне, насколько я понимаю, свое выражение находит. Но сейчас мы уже точно вот к школе перейдем, я был бы благодарен уважаемым педагогам, прежде всего, к присутствующим здесь в Казанске, может быть, у вас уже есть какие-то вопросы, может быть, мы перейдем просто к каким-то конкретным кейсам, и ваши вопросы помогут нашим экспертам сориентироваться, вот, отвечая на все на это, да, как это будет. Люция, я вас чем-то развеселил. Да, извините великодошно, ну, подавайте голос. Да, я прошу прощения за то, что я буду сейчас высказываться на английском, поскольку мой уровень русского языка не достаточно хорош. Ну, I mean, in Italy, we have quite a situation about migrations, and a lot of political, social, economical problems are revolving around it. Италия тоже столкнулась с проблемой миграции, и в этом контексте связаны как политические, социальные, так и образовательные аспекты. Наши коллеги уже высказывались о проблеме языка, о том, что студенты, что школьники плохо владеют языком. Ну, в нашем контексте, в итальянском контексте, мы делаем daily with the fact that our migrants, immigrants, are coming from totally different cultural background. And we tend to, it is very clear from several aspects, not only physical features, but cultural features, languages, traditions, and they are so intertwined that it is impossible to come into a class or class room, a group, and don't bring this clash with you. Ситуация, если рассматривать итальянский контекст, то ситуация такова, что школьники приходят из разных контекстов, из разных бэкграундов, и мы не можем эти бэкграунды закрыть на них глаза, это уже становится частью нашей культуры. I think in Germany, they have already, they moved a bit further, and they are, because of their social, political organization, they have developed a better strategy to accommodate it. For Italy, it is more, let's say, we have some regions or locations where the cultural context background, the Italian background is more favorable. But there are areas or even regions where this problem is really creating a struggle. And if we compare Italy with Germany, if we compare Italy with Germany, then in Germany there is a progress in this question, because the political authorities have actively given attention to this question. But if we go back to Italy, there are different regions, where the Italian population has evolved, but there are also mixed regions, where the authorities need to solve this problem, and the society need to solve this problem. I just wanted to conclude by saying that the teacher's factor is crucial. So when we have teachers who are deeply convinced that integration, or even acculturation is possible, the children are able, they are programmed to go beyond. They are curious, they are open, they don't feel that difference as an obstacle. The adult makes a lot of difference, because if in the family they have prejudices, they have this bad imprinting, it's difficult to change it. In the classroom, the teacher has the chance to shape this sort of multicultural environment. And in this question, the important role are the teachers, because they can help students and the society to overcome these beliefs, and to show them, and to show them, how to be open, and try to solve this problem in the same place. So from the young people it changes the behavior of their children. Well, yes, of course. You know, I would like to... Thank you. Thank you. I would like to point out what that is. There is also a difference between children, who, let's say, who are migrants, who are migrants, who are migrants, who are living in the country, who are living in the early age and 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 for all these children, in general, they have different problems and the process how-то отличается. For small children, to go to the middle is very easy and for all these children, in general, in general, their language has appeared with others. especially small children, they have a different problem. that their own language they forget or they don't continue to learn to learn. Let's say, I came to America, I was 12 years old, and I was talking about on the themes that I've never studied in Russian. And it's very difficult, because I don't have a lot of in Russian in Russian, and I was talking about and I was talking about in Russian, and I was talking about Thank you. If I came here in 6 years, you know, it was different. You were talking about with accent. Well, in general, I could not say that. In general, language problems are problems for teachers, and, I think, it's less problems for teachers until the older age. All-таки small children learn, they will start speaking, and, maybe, it will be longer for them to learn in school, write, read and so on. and so on. this problem is happening. So, with the older students, the problem is more and they are harder to learn language. In America, we have, in general, I would say, continuum. There is a special school, where there are many immigrants, there are special classes, maybe, during English they take and English for foreigners. There are in New York and other major cities for immigrants. There are international schools for immigrants, where all immigrants came, maybe, for the last three years and they are teaching the students to teach the subjects and language in the same time, a little different, a special for them. So, there are some... If I understand correctly, I'm referring to the 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 Да, вот отдельные классы, вплоть до того, что отдельные школы. Ну, Нью-Йорк мы не будем сравнивать с Казанию пока что, да? Воздержимся от такого сопоставления. Но тенденция. Вы можете как-то вот привести один, два, три примера из своей практики? Насколько я понимаю, в школах Казани, в некоторых школах Казани во всяком случае, ведь существуют не только классы, да? Такие специальные для детей, мигрантов. Нет? Нет? Классы, где их больше половины. Вот так вот, да? Давайте так уточним. Вот как ставится вопрос там? С одной стороны, ну, существует небезосновательное представление, более чем небезосновательное, на 50% небезосновательное, что Татарстан, это мусульманская республика, и поэтому те мигранты, которые приезжают сюда, трудовые мигранты, назовем их, да, эту категорию обозначим, из Ази, там, из Узбекистана, из Таджикистана, ну, нет языковых проблем, вот, нет тех проблем, о которых сейчас говорил, вот, Илючи. Да, 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 я понял, извините, я оговорился, да, вы хотите сказать, что форси, это немножко другое, да, да, естественно, да. Можно мы немного расскажем о положении в России с миграцией? Парможечку маленькую, у меня не было выступления запланированного. Да нет, ради бога. Спасибо. Это вам спасибо за то, что вы это уточнили. Да, это все-таки таджики, а в том, что это проблемы достаточно серьезные. Ну, тогда продолжайте, Коля, уж вы начали. В чем проблема, сколько их, как вы с ними управляетесь, как они живут? Ну, извините, я не учитель, я просто, так сказать, как гражданин, как житель города, да, это такие чисто бытовые наблюдения, я не специалист. Давайте мы лучше дадим слово тем, кто является специалистами. А бог его знает, может быть, ученые приобретают что-то новое. У меня только отдельные, единичные наблюдения, связанные, скажем, там, с рассказами коллег о том, как они работают, какие трудности возникают, например, в обучении детей вьетнамцев, которые уже неплохо владеют бытовым языком, но когда они изучают классическую литературу на уроках русского языка, то для них стихотворение Пушкина «Памятник» или рассказ Чехова «Муму» — это то, ой, простите, Тургеневу, извините. — Это то, что вообще непонятно. Они не понимают там ничего по содержанию. Задача выучить стихотворение для них — это задача выучить текст на совершенно незнакомом языке, где каждое слово непонятно. И методики преподавания, конечно, многие учителя не знают, то есть такие дети без репетиторов добраться до сколько-нибудь приемлемого уровня не могут. Здесь просто у меня опыт работы репетиторов, которые рассказывали, с какими элементарными вещами им приходится заниматься, в частности именно на уроках русского языка, русской литературы, потому что в том, что касается естественно научных дисциплин, проблем никаких нет. Великолепные результаты, например, у ребенка, он очень смышленный, у него очень развитый интеллект, математика, физика, то есть здесь никаких проблем нет. А вот именно то, что касается, собственно, русскоязычной культуры в таком, в глубинном смысле, да, здесь, конечно, основные трудности возникают. И то, как приходится работать репетитору, когда они анализируют стратегии творения, чтобы выучить его наизусть, когда они понимают рассказ, тем более, скажем, литературы 19 века классической, где еще и жизни на реалии очень далеки, так сказать, от опыта этого ребенка, или когда они пишут сочинения, изложения на темы, которые также далеки от их реалий, которых нет в их опыте. И тут, конечно, очень большая помощь нужна, и учителя часто к этому не готовы. Ну вот данный конкретно вьетнамский ребенок, с которым работает моя коллега как репетитор, среда, хотя он по-русски говорит, но реальная русскоязычная среда для него только в классе, потому что все домашнее окружение, и семья, и община, в которой он общается, да, землячество, они все говорят по-вьетнамски. То есть его единственная сфера общения на русском языке – это только школы и ровесники. То есть насколько он там интегрирован, насколько у него есть возможность общаться с ровесниками, настолько он имеет активную языковую практику на русском языке. Вне школы он живет в своем сообществе, в своем землячестве, и там все общение, конечно, на вьетнамском. Большое вам спасибо, хорошие конкретные примеры, по крайней мере, мы, как говорится, дошли до уровня ученика, да, вот вьетнамского там мальчика, вы начали, отрекомендовавшись как человек, который не имеет никакого отношения к педагогике, потом признались, что вы репетитор вообще-то, да, и у вас коллеги все там работают. Это очень мило. Может быть, вы представитесь, чтобы у вас как-то… Я прошу прощения, я сам родитель института экологии образования, как экология формальности поделана. Спасибо большое, спасибо за вашу информацию. Продолжайте институт психологии образования, Колюш, наши кейсы, наши примеры, наши проблемы. В нашей республике преобладают мигранты из Средней Азии, это узбеки, казахи, и несмотря на то, что это туркоязычные народы, но проблемы с языком у них такие же большие, как и у таджиков. Почему? Потому что, во-первых, в нашей школе сложилась такая ситуация, что нет поддержки языковой детям. То есть они садятся в обычный класс, где обучаются вместе со всеми остальными детьми, и ребёнок оказывается в таком положении, дома с ним разговаривают на родном языке, потому что, как правило, мамы не говорят на русском языке и на татарском не говорят, естественно. И поэтому ребёнок оказывается, что языковая поддержка ему оказывается только в школе, только учителем. И этого недостаточно, потому что учитель занимается вместе с остальными учениками, и только тогда, когда у него есть возможность, дополнительно вынужден заниматься этим ребёнком. Поэтому ситуация с языковой адаптацией детей-мигрантов в наших школах, к сожалению, обстоит очень сложно. И учителям, во-первых, сложно из-за того, что эти дети находятся в среде остальных, и индивидуально работать не всегда есть у неё возможность, а с другой стороны, учителя нет ещё и подготовки к этому соответствующей. У нас нет методик, не подготовлен учителя к работе с детьми-мигрантов, то есть к именно языковой адаптации. В наших исследованиях таких проблем, связанных с серьёзными предубеждениями или негативными установками, это уж Рафаэль, я думаю, может рассказать, не выявилось, но проблема языковой адаптации, она стоит очень остро. Ну и если это ключевая проблема, получается, что не решив её, мы не решаем вообще проблему интеграции в эту среду, а скорее порождаем другую проблему психологического напряжения, отчуждения, возможно, какой-то враждебности. Один сопутствующий вопрос, вот, если говорить о Казани, о Татарстане, сколько сейчас в среднем, вот, заполняемость класса, сколько это, 30, 40, сколько это человек? 30 человек. 30 человек. Специальных классов для детей-мигрантов нет. Если, но есть некие такие тренды, что ли, особенности расселения мигрантов, и, соответственно, есть школы, где детей-мигрантов больше, где меньше. Допустим, вот азербайджанская диаспора вот в этом районе Казани группируется, и, соответственно, близлежащую школу, там будет побольше азербайджанских детей. Вьетнамская, понятно где, там побольше. Вот, я пытаюсь понять, ну, собственно говоря, вы все уже сказали, нет методик, о чем можно говорить. Да, но, тем не менее, на практике все равно приходится что-то ведь делать. Какая удельная, какая доля вот в среднем детей-мигрантов в обычных классах тех школ, которые вот соседствуют с местами такого, ну, анклавного, что ли, расселения вот этих диаспор? Можно все-таки по поводу методик. Вот то, что мы сейчас говорим, методик преподавания русского языка нет, они есть, они разработаны. И комплект учебников, и учебная программа в МПГУ, это давно уже разработано. Другое дело, что, к сожалению, у нас вообще такая категория граждан, скажем, как учащийся мигрант, вообще официально такой категории у нас нет. То есть официально учащиеся мигранты в школах не признаются, поэтому никаких интегрированных программ, государственных программ их поддержки, их обучения, адаптации на государственном уровне мы не имеем. Извините, вот здесь такая перекличка с опытом Германии, да, когда говорят, что ну, мы же не считаем их, да, детей уже не должны считать, мы сказали, что мигрантами. Они же уже родились в Германии, правда? Нет, здесь не нужно будет поправить, потому что программы мигрантов, они как раз-таки в Германии есть, они четко обозрены. Нет, 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 я сейчас говорю просто отсюда информацию о том, что дети мигрантов, у них нет статуса, да, детей мигрантов, и соответственно, нет специальных программ для них. И формально это перекликается с вашей позиции властей ФРГ, что человек, родившийся здесь, уже не является мигрантом. Я не говорила о позиции, я должна как раз-таки уточнить, что понимается вообще под этим понятием мигрант, я вот это имела в виду, да, и это не на уровне правительства Германии, это дефиниция, а на уровне организации объединенных наций, что считать мигрантами нужно того, кто живет в другой стране, в которой он не родился. Это вот официальная дефиниция ООН, кто вообще относится к мигранту. Просите мне мое невежество, вот именно этот раздел документов ООН я как-то и не изучил, да, это моя промашка. Это как бы вопрос такой глобальный, кто вообще мигрант, да, как долго он считается, человек этот мигрантом. Это теоретический вопрос. А в Германии, естественно, есть четкая дефиниция, кто относится к этой группе, к этой... Слава Богу, мы вернулись с Германией. Да, да. И есть очень много программ на общем уровне государства и на уровне отдельных федеральных земель. Не пробовали обмениваться опытом, я вот к этому подвожу. Как раз для этого здесь собрались. Как раз мы для этого и собрались, да. Ну, разрешите, я продолжу. Да, конечно, конечно. Я говорю сейчас о программах обучения. Да. Все-таки эти учащиеся, они не нуждаются в специальном обучении. Нужна специальная подготовка учителя. Это у нас, к сожалению, нет. Для этого нужно финансирование, но пока это не будет решено на государственном уровне. Школа пока остается вот наедине со своей проблемой. Наши учителя пытаются это решить как-то вот на своем, да, личном опыте, на своем энтузиазме как-то держаться. Это вопросы федерального финансирования или регионального? Федерального. Федерального. То есть мы можем сказать, что примерно те же проблемы, что и здесь, в Татарстане, существуют и в других регионах, где достаточно большой приток мигрантов. Где еще больше детей-мигрантов в школах. Например, Москва, Петербург, Новосибирск, Томск, там гораздо больше мигрантов. Мы на шестом месте. Татарстан. Ну, мы по всем показателям в стране, то на втором, то на шестом, но ниже не опускаемся. Ниже не опускаемся. Мы передовой регион. К вопросу об обмене опытом. Значит, программа существует, достаточно разветвленная сеть в ФРГ. Я так понимаю, что и в Соединенных Штатах, конечно, им достаточно. Они поддаются адаптации к нашим условиям? Или мы настолько здесь и здесь настолько своеобычно, что ничего не получится как-то вот взять и применить? Да, сейчас. Можно я скажу? Да, конечно. Учитель начальных классов. В классе учится 31 человек. Одна треть мигрантов. Вот одно дело программа, а другое дело критерия оценивания. Я бы хотела у экспертов узнать, как таких детей оценивать. Они наряду со всеми детьми одинаково хорошие, прелестные. Здесь и, конечно, вопрос языка. Поворачивая голову к маме, он на азербайджанском говорит, к учителям на русском, а к папе перемешку. Вторая проблема. Вот хотелось узнать, как вы порекомендуете учителям нашего города в таких классах работать и как критерии оценивания создать для них отдельные. Вы сейчас не о поблажках говорите? Нет, я говорю о оценивании этих детей. Одно дело, что они механически отлично переписали текст, а другое дело работа над орфограммами. А мы оцениваем по одному критерию. Хочется этому ребенку поставить такую же оценку наряду с остальными детьми, но, увы, у нас разногласия. С кем? Я работаю на кафедре дефектологии и клинической психологии, и, я думаю, есть некоторая аналогия с тем, с той государственной регуляцией стандартов, которые есть применительно к детям с ограниченными возможностями здоровья. Многие дети с нарушениями здоровья сейчас обучаются на условиях инклюзии. Они имеют право обучаться в общеобразовательных школах. Но при этом существуют специальные федеральные государственные образовательные стандарты для детей с различными нарушениями, с различными ограничениями здоровья, где все-таки оговорены и специальные коррекционные курсы, и оговорены критерии оценивания. Там немножко где-то отличаются сроки обучения. Там дети разделены на категории, одна из которых может обучаться, например, и осваивать программный материал, скажем, начальной школы в те же сроки, что и нормотипичные дети. Вторая категория может осваивать тот же самый материал, но в пролонгированные сроки. То есть для детей с ограниченными возможностями здоровья такие стандарты приняты. И для этих детей появилась возможность обучаться по их выбору либо в специальных коррекционных школах для детей с нарушениями здоровья, которые еще сохранились, либо на инклюзивной основе в общеобразовательной школе. Но все-таки такая нормативная база уже существует. Технологии, конечно, тоже еще до конца не отработаны, но, по крайней мере, стандарты есть. Вы предлагаете перенос на детей-мигрантов? Не знаю, но то, что, судя по всему, какой-то особый статус, и, возможно, какие-то другие образовательные стандарты для них могут быть разработаны, не исключено. Потом, относительно квалификации, я сейчас не очень знаю. По первому образованию я учитель русского языка и литературы, и когда я в те давние советские времена обучалась в университете, у нас была специальность отдельная, преподаватель русского языка для национальной школы, в первую очередь для татарской школы. Я, к сожалению, коллеги даже не знаю, сейчас это специально сохранилось или нет. Не исключено, что таких специалистов у нас сейчас даже и не готовят. Да? Готовят? Нет? Не знаю я, вот сейчас не очень знаю эту ситуацию филологического образования. Но они, по-моему, нашими иностранными студентами занимаются. Занимаются нас какими студентами. Понятно. Это была именно камера русского языка для иностранных, ой, простите, для национальной школы. Ну, национальной школы у нас в Татарстане, это, так сказать, на 99% была татарская школа, да? И это были ребята, которые изучали, как обучать русскому языку детей, для которых татарский язык родной. Как обучать русскому языку государственному, как второму, на основе татарского языка. И, конечно, у них были очень обширные знания по сравнительному языку знаний. Они очень хорошо знали особенности татарского языка, как тюркского, русского языка, как, так сказать, славянского. Очень хорошо понимали весь тот конкретный спектр трудностей, которые возникали, скажем, у тюркоязычных детей при освоении русского языка. И знали, как работать именно с этими специфическими трудностями. То есть они были к ним готовы. Мне кажется, что большинство преподавателей русского языка в особенности, которые работают с детьми, тем более выходцами из разных стран, у которых родной язык самый разный, и действительно и персидский, и тюркский, и вьетнамский, и арабский, они, конечно, совершенно не готовы к этому разнообразию, тем более в условиях отсутствия какой-то стандартизации государственной регуляции. Спасибо. Спасибо вам. Да? Можно я просто хотела вам... Во-первых, я вам очень сочувствую, что у вас столько детей в классе, что треть из них не может просто делать ту работу, которую вы им задаете, и вам очень трудно, и я это очень-очень понимаю. И я думаю, что то, что вы сказали, что вот что-то из дефектологии... Ну, во-первых, то, что эти дети приезжают из другой страны и учатся у нас, это не дефект. Различия требуют. Но... Различия требуют. Но различия, да, дифференциация стандартов, конечно, тоже должна быть. Временная, это не навсегда. Через два-три года, наверное, они уже смогут. И еще я хочу сказать, что вот я, например, считаю, что то, что их родители говорят на их родном языке, это не проблема. Вот если бы мои родители со мной не говорили по-русски, я бы с вами сейчас не смогла беседовать. И то, что у детей есть два языка, это хорошо. И взрослым очень трудно учить новый язык. Вот если бы вы все сейчас поехали в другую страну и начали там жить, то, наверное, вы со своими детьми тоже продолжали бы говорить на своем языке. И главное, что родители могут что-то давать своим детям, их обучать своей культуре и читать им на своем языке. И это все по-английски, это слово называется transfer. То есть это переносится как бы на новый язык. Но проблема в том, что вам так трудно, и что у вас в школах нет вот таких специальных классов или поддержка какая-нибудь нужна для вас и для детей, которых вы учите языковая поддержка. Вы выразили сочувствие по поводу того, что большие классы. А средняя наполняемость классов в США, в Германии, например, сколько, 20, 15, здесь? Столько же, но я тоже сочувствую учителя Алтамы. То есть и ваши учителя заслуживают сочувствия. Ну, слава богу, видите, вы не одиноки, да? Глобализация шагает по планете, у них те же проблемы, все хорошо. Ваше предложение адаптировать или перенести программу для детей, как сейчас говорят, с особенностями развития на детей-мигрантов? Я правильно понимаю? Ни в коем случае. Как? Я понял, что в этом пафос. Нет, ни в коем случае нельзя переносить программу. Программа для детей с ограниченными возможностями здоровья – стандарты. Это 8 разных стандартов для каждой категории нарушения. Они совершенно отдельны для детей с нарушениями зрения, с рук, слуха, аппарат и так далее. Это понятно. А почему вообще вы об этом заговорили? Я заговорила о том, что появление этих стандартов как раз вызванным к жизни было тем, что дети с нарушениями здоровья получили право обучаться на условиях инклюзии в общеобразовательной школе, но при этом столкнулись с тем, что они не готовы выполнять требования стандартные. Как им бы могли справиться? Ну, по крайней мере, там, во-первых, была очень большая дифференциация детей и их сейчас. Нет, 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 нет. Методики какие-то были? Методики создаются. Сказать, что методически это полностью обеспечено, тоже нельзя, потому что это очень свежие решения государственные. Окей. Понимаете, я к чему клоню. Вот здесь, сейчас, Махаббат, я помню, что вы хотели дополнить. Да, сейчас я буквально два слова только скажу. Вот здесь мы выяснили, что, несмотря на все сотрудничество между людьми, которые занимаются педагогикой, исследователем между, скажем, Германией и ФРГ, если быть уж абсолютно корректным, и Российской Федерации, и Татарстаном, в частности, не очень получается адаптировать те программы, которые используются в ФРГ, к нашим условиям. Потому что есть принципиальная разница в этих условиях. К сожалению, наверное, она существует. Второй заход, я, может быть, примитивно или упрощающе очень все понял, что да, но есть определенный набор методик, который позволяет инклюзивно в обычных классах обучаться детям с особенностями развития. И я просто подумал, что, может быть, это ваша рекомендация, вот взять и приспособить к детям-иммигрантам. Если нет, просто скажите нет, и я отстану. Нет, пап, с моей речью состояла в том, что точно так же, как детей с ОВЗ, надо было выделить в отдельную категорию и предложить для них отдельные кредиты. А, ну то есть о статусе. Официально, да, статус, конечно. О статусе. Точно так же и здесь какие-то статусные условия должны быть созданы. Спасибо. Я вас уже минут 15, наверное, обделяю вниманием. Да, извините великодушно, прошу. Школа Казанская, 153-й, педагог-психолог. В нашей школе вы задавали вопрос о том, какие категории, если контингент, который живет рядом, и таких детей больше в школе. Нет. В нашей школе обучаются мигранты из Узбекистана, из Азербайджана, из Украины. Но вот те дети, которые из Узбекистана… Извините, пожалуйста, дерутся между собой? Нет. Отличные дети. Прекрасные дети, да? Проблемы принятия детей особо не было. Года 4 назад, наверное, было. Сейчас, наверное, от того, что таких детей становится больше, и восприятие наше тоже меняется. К ним как бы достаточно все дружелюбно. Но проблема языковая – это самая первая проблема. И вот для меня, например, если мигрант из Узбекистана, с ним мы можем поговорить на татарском языке, который созвучный, и они понимают нас. И если ребенок совсем не говорит на русском, мы можем через татарский язык как-то найти общий язык. Но если из Азербайджана, вот сейчас у нас есть ученица, эта семья, как Мухаббат назвала, экономические мигранты, да, или вот трудовые мигранты, где проблема еще в том, что родители не совсем заинтересованы в том, чтобы ребенок обучался языку. Возможно, мы не знаем, у них нет планов оставаться здесь надолго. И поэтому здесь для меня, например, и для учителя большая проблема, потому что учитель азербайджанский, и я азербайджанский не знаю, да. Мы только знаем русский, а этот русский ребенок тоже не знает, потому что… И в ряде случаев не хочет знать, правильно я понимаю? Да, и когда мы говорим с родителями о том, что нужно, потому что есть курсы для обучения, да, землячество, но родители не особо заинтересованы в том, чтобы изучить. Вот с такой проблемой мы тоже встречаемся. И получается, что учитель, как бы вот в этой ситуации, кроме поддержки психологической, так как я психолог еще, да, ребенку, особая поддержка нужна учителю, потому что вот действительно нужно оценивать как-то ребенка, а он учится по обычной программе, и учитель говорит, ну как я могу, если ребенок разговаривает на бытовом языке, а второй класс уже проходит, что такое существительное, что такое прилагательное, как я могу ему поставить три? Если еще по окружающему миру она может дать ему задание, где он сможет сориентироваться и вытащить на оценку повыше, потому что по природным способностям ребенок-то достаточно хорош, но по русскому языку, ну как бы вот здесь и самооценка, наверное, ребенок страдает и так далее, и так далее. Вот проблема такая есть. Для учителя еще, и я хотела бы задать вопрос экспертам, существует ли у вас какая-то система психологической поддержки, может, то, что мы сможем перенять от вас? Спасибо. Вы хотели сказать что-то, а потом я... I just wanted to follow up with the question about evaluation. I don't know very well how in Russia it works and in this region specifically, but in Italy we have some tools that we can use to bridge this gap. Извините, что прерываю нашу дискуссию, но я бы хотела ответить на вопрос относительно оценивания студентов. Я не знаю, как происходит это в России, но в Италии есть специальные инструменты для оценивания. Как ученики, мы можем диагнозировать уровень, 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 уровень студентов каждый год. И мы можем написать нашу картину о возможности, что студенты у вас в начале академии. в Италии преподаватели учителя диагностируют или оценивают уровень владения языком, и таким образом, с помощью этой диагностики, мы можем нарисовать картину развития к этому ученику. Я знаю, что потом... Национальный стандарт. Например, мы имеем в том, что дать текст, дать, это не только язык, но это может быть в любом уровне. Это может быть в матче, в любом уровне, в любом уровне, в любом уровне. Мы можем дать студентам компенсации, что может помогать улучшить то, что они могут. И иногда это не соответствует официальным стандартам. Нашу evaluацию будет следовать их возможности, а не стандартам, который мы требуем. И после диагностики, эту диагностику и оценку мы обсуждаем с родителями, где объясняем, как нужно будет вести себя, и благодаря такой диагностике мы, учителя, свои действия могут скоординировать. Если мы говорим о языке, это может быть применено, конечно, и к другим предметам, не только к предмету итальянскому языку, например, или русскому языку. Это может быть и на примере математики, биологии, других предметов. учителя разрабатывают специальные задания для таких, для такой группы детей, например, текст, сокращают текст. И вот действия со стороны учителей могут идти немного в разрез с официальными стандартами, чтобы помочь студентам, помочь ученикам приспособиться в соответствии с уровнем владения языком. The last point that follows professor Birman's suggestion this is temporary. So it is some sort of bridge between the starting level and what they can achieve in two, three years. И это как раз относится с тем высказыванием, с которым поделилась госпожа Birman. Это как раз первоначальные шаги, которые помогут ученикам адаптироваться. Это временно, это, конечно, буквально на 2-3 года такая помощь своеобразная, чтобы они смогли адаптироваться. Понятно. Сюда можно передать микрофоном. Ну я послушала коллегу, да, из университета, который работает на кафедре психологии, да, и именно детей с ОВЗ. В общем-то, я работала с детьми с ОВЗ и сейчас работаю в общепрозовательной, в обычной школе. И сравнивая этих детей, в общем-то, вот эти дети, которые приходят, эмигранты, мигрантов, ведь мы не совсем всегда знаем их уровень, и они чем-то схожи с детьми с ОВЗ, потому что, и когда эти дети сидят в обычном классе с детьми сильные, да, высокий уровень развития с детьми, вот, конечно, тут учителю очень сложно. И ребенку сложно, ребенку-мигранту, потому что он сам не осознает себя, он не понимает, он хочет быть успешным, но у него это не получается. И, конечно, вот учителю очень сложно. Вот, нет вот этих, еще пока, методик выявления уровня, какого уровня этот ребенок-мигрант? Вот уровень, было замечание, что, естественно, научные дисциплины прекрасно даются, там все, никаких проблем нет, то есть, проблемы опять же, вот в гуманитарной сфере, в сфере овладения русским языком, в данном конкретном случае, да, мы об этом уровне говорим, что теряемся, как его оценить? Ну, дело в том, ведь мы не знаем, на каком уровне вообще было преподавание в Таджикистане, в Узбекистане, то есть, эти дети очень сильно отстают. Угу, то есть, преподавание не только, скажем, языка, но и других дисциплин. Да, вообще в общем уровне развития. Да, хорошо, спасибо. Да, все-все-все нормально. Я тоже работаю в школе, в казанской школе, в 48, уже 27 лет, и вот, хотела задать вопрос нашим гостям. Вот из моей практики, вот первая волна эмиграции началась где-то лет 20 назад, и у нас в школе в каждом классе сидело по несколько человек, по три, по четыре, по пять, кто-то приходил в начале учебного года и в принципе благополучно заканчивал школу, кто-то в середине учебного года, и у нас не было такого распределения по классам, вот этот класс, допустим, мигрантский, хотя мы даже такого термина не употребляли 20 лет назад. Вот у меня поэтому вопрос к нашим гостям, есть ли какое-то распределение по классам в ваших странах, конкретно вот, как-то вы их поровну распределяете по классам, либо это конкретный класс мигрантов, да? И второй вопрос, такой вытекающий из предыдущего, все-таки в российских школах все-таки сложилась традиция, мы как учителя все-таки опираемся на помощь родителей, работаем в тесном сотрудничестве и решаем проблемы детей, в общем, вместе. Поэтому вопрос у меня такой, вот то, что касается родителей детей-мигрантов, какая работа проводится у вас с такими родителями, или вообще она проводится или нет. Просто вот это вопрос мне интересен. Спасибо. Нас, по-моему, Усейка заскучала совсем, да? Это нехорошо. Мне очень интересно, просто я думаю, потому что очень много вопросов были здесь. Может быть, я скажу что-то о работе с родителями. Я сказала, что у нас это небольшая проблема, но, например, у нас очень важно, когда говорим детей-мигрантов, которые бежанцев, например, очень помогают неправительственные организации. Я не знаю, у вас с школой взаимодействуют, работают ли с такими, например, организацией, которые прямо связаны с эти сообщества. Это землячество, так вы называете. Да, да. И для нас это очень важно, потому что это медиаторы. Я не знаю при вас медиаторская практика есть или нет, но в Европе, например, она очень развита. Это медиация между представители этих земляческих организаций и школой, потому что они помогают много. Мы развили такая практика, например, в работе с ромскими детьми, потому что у нас были похожие проблемы. Они меньшинство, но проблема владения языка один и то же. И поэтому у нас уже есть такие, я не знаю сколько, но более чем 100 медиаторов, уже которые работают официально, работают как медиаторы. И они очень много помогают. Они очень много помогают, потому что они прямая связь между семьями и между школой. Потому что если я, например, не болгарка, а дети... Нет, если я болгарский учитель, я работала как начальный учитель, если я болгарский учитель, то у меня дети, которые с другой культурой, конечно, что для родителя будет легче общаться с представителем этой культуры, но который прекрасно знает мой язык, официальный язык государства, которые адаптированы. У нас уже есть такие, которые уже с болгарское гражданинство, они уже болгарские граждане, но с мигрантским происхождением. И тогда очень легче работать. Я думаю, это одно решение, чтобы работать с такими медиаторами, если есть. На это нужно, конечно, быть те люди, которые желают это работать. И, конечно, если это возможно, чтобы они были на работе. Это была работа или это связано с их добровольческой работой. Другое, что я хочу сказать, это связь между детьми, вы называли ограниченными возможностями, инклюзивное образование, дети-мигранты. Здесь нужно быть очень внимательным. И я абсолютно согласна, что где-то есть что-то общее. Общее. Подходы. Да, но нужно быть очень внимательным с точки зрения общества. Как общество воспринимает это? Если мы поставим «да», конечно, они различаются другими, потому что они не знают язык. Если я буду, я всегда моим студентам говорю, если я иду теперь в Китай, я не знаю ничего, я буду в классной комнате и у меня будут двойки, может быть, потому что я ничего не понимаю. К сожалению, мы на конце, и поэтому вам трудно, потому что вы на конце процесса. Если в начале процесса было другое, например, дополнительные уроки официального языка, например, это в Болгарии теперь у нас такая регуляция связана с инклюзивным образованием, и те дети, которые не знают болгарский язык, они могут дополнительно взять такие уроки в школе. Как это будет, мы еще в начале, но мы увидим, как это будет, но это первый шаг. Просто нужны дополнительные уроки. Это невозможно, если кто-то не работает с тебя, рассчитать, что ребенок, и я абсолютно согласна, когда 12, 13, 14 лет, это труднее, чтобы научить язык. Второе. Нужно думать, и это тоже для моей коллеги, это очень трудно в Болгарии, потому что я много работаю с учителями, нужно понять, что каждый учитель, когда работает с детям, которые не владеют официальный язык, он учитель не только физики, математики, химии, но он учитель языка. Это принципиальный вопрос. Это я научила с Англии. Мне очень нравится их практика. Я была, я не помню, много лет тому назад в Англии, и это был их подход. Каждый учитель в английской школе знает, что он учитель английского языка. И просто нужно думать, что этот ученик, да, уроки официального языка, например, русского или болгарского, они, да, они уроки, чтобы научить литературный язык, но другие уроки, они тоже уроки языка. Абсолютно. И это нужно много работать с нашими коллегами. Мне все согласны, как сказать, думать, что, а, я учитель химии. Я учитель химии. Почему мне нужно, когда ученик не знает это слово, которое в уроке, мне нужно специально переводить? Это другая проблема. Это лучше было, если учитель знает и азербайджанский, и русский. Это будет перфектно. Не так всегда. Но мне нужно объяснить, мне нужно помочь. И, например, очень важно пользоваться ресурсами учеников. Если у тебя, кто спросил, для нормы нормы, мы знаем, что норма лучше 5 было, если они 30. Это норма. Но когда норма, реальность, это другой вопрос. Но если, например, у нас 10 детей, которые разные, меньшинств или мигранты, но это не нужно азербайджанский мальчик да азербайджанский мальчик. Это достаточно азербайджанский мальчик да русский мальчик. Или болгарская девочка да девочка из Сирии. Просто нам нужно больше пользоваться ресурсом учеников, чтобы говорить, чтобы помочь. Чтобы, как сказать, это ресурс. Это сообщение учеников между собой. Точно так. Но нужно, на это возможно помогать. Ученики могут помогать учителям. Это прекрасный ресурс. Но нужно подумать, как это сделать. И нужно подумать, если потом будут реакции у родителями. Этого ученика. Болгарского ученика. Русского ученика. Потому что нужно говорить. Я поэтому сказала, что проблема предрассудки для меня очень важны. Нужны и у нас такие иногда реакции есть. Когда некоторые родители, которые не хотят их дети, чтобы занимались с другими детьми. Это большой процесс. Просто когда мы ищем решение, нам нужно думать деталь по деталь. И когда все эти детали мы поставим в систему, получится. Но просто нужно время. И нужно подумать, как это возможно сделать. И нужно, я скажу, я не знаю, какие будут ваши реакции, потому что я говорю с моими коллегами в Болгарии. Но когда я говорю, например, в школе есть много дети, которые не говорят болгарский язык, говорят ромский, например. И когда мы говорим, какие будут реакции, если у учителя будут уроки, чтобы научить какие-то слова из другого языка. Если они хотят, чтобы поняли, иногда-то реакции хорошие, иногда-то нехорошие. Почему мне нужно учить этого языка? Нет, не нужно научить этого языка. Ты не можешь говорить литературно этого языка. Это все про Татарстан тоже, да? Да. Почему мне надо учить татарский язык и так далее? Да, но это твое обогащение. Даже в некоторых, у меня такой вспоминок был, в одной детский сад даже учители взяли один, как по-русски, тетрадь? Ну да. Взяли тетрадь и сделали словарь. Нет. Слово по-болгарски и слово по-ромски. Слово по-болгарски и слово по-ромски. И это в детский сад общая тетрадь. И когда им нужно смотреть, чтобы коммуницировать с ребенком. У меня, я была рецензентом одной диссертации, начальный учитель, 20 лет опыт. И она рассказала, как она успела. Она работала с ромскими, дети. Такая же проблема. Они не мигранты, но не знают язык, культуры разные. И она сказала, я ничего не знала по-ромскому. Научила песню. Песня? Ромская песня? Так и по-русски. Очень черная, например, да? Не знаю, какая, но ромская, но на ромский язык. Хорошо. Хорошо, да. И была встреча с родителями, и она запела. И она сказала, и они смотрели так, а, эта учительница знает ромский. И она сказала, нет, я еще не знаю, но просто научила. Это как уважение к вам. И она сказала, это был переворот, переворот в ее работе. И она сделала потом диссертацию. И просто это, как сказать, детали. Но нужно подумать, что сделать. Совершенно вдохновляющий пример. Спасибо вам большое. Махаббат, вы хотели что-то сказать уже давно. Да, абсолютно, абсолютно. Да, я, наверное, расскажу просто об опыте Германии. И до этого мне представляло, что у нас там так плохо. Оказывается, все-таки очень много прогрессивных идей и концепций. И постараюсь при этом ответить на все вопросы, которые были заданы. Да, да, это будет здорово. Опять-таки стоит подчеркнуть, что Германия это федеративное государство. Поэтому я буду сейчас говорить о примере Саксонии. Потому что каждая федеральная земля принимает свои законы, свои документы, регламентирующие все эти процессы. И они могут очень различаться друг от друга. Поэтому я говорю о федеральной земле Саксония, на территории которой находится Лейпсгский университет. Саксония приняла в 2000 году концепцию об интеграции мигрантов. И это интеграция. А вообще, как бы вы говорили об оценках, у нас, например, в школах в первом классе вообще никто не оценивается. Дети не получают оценки, поэтому как бы этот вопрос не встает. Интеграция, конечно же, в первую очередь... Вообще на общем федеральном уровне есть тоже программы интеграции мигрантов. И там определены основные поля действий, так сказать. В чем заключается процесс интеграции. В первую очередь интеграция на языковом уровне. Но это не только владение немецким языком, но это в первую очередь и поддержка родных языков. Тех мигрантов, из которых государства приезжают. Поэтому на уровне преподавания немецкого как второго языка преподаются и родные языки. Это как бы... Это первая на федеральном уровне область языковой интеграции. Извините, и нет проблемы с кадрами? Кто преподает? Преподают те, кто владеет этими языками. Конечно же, это не включает... Этот родной язык не входит в общую образовательную программу обязательную. Но если, допустим, есть кадры, то школа может представить эти курсы. Если есть кадры... Ну, как правило, для представителей очень больших, если выражаться термином, который принят в русском языке, меньшинств, то кадры, как правило, есть. Допустим, те, кто... Используйте термин диаспоры, и все будет хорошо. Необязательно меньшинств. Второе поле действия, так сказать, это интеграция в образовательную среду. Это, конечно же, через язык интеграция в образовании, в систему образования. Потому что, понятное дело, если нет образования, то и нет шансов интегрироваться в обществе. И получается три шага. Язык интеграции в образовательную систему, через образовательную систему интеграция в общество. Общество — это рынок труда, общество — в социальную сферу и так далее, и так далее. То есть вот это основные три цели, которые определены общей программой на федеральном уровне. Теперь к программе интеграции в Саксонии. Языковая интеграция проходит через три этапа. На первом этапе организовываются специальные классы. Вообще, естественно, образование обязательное. И тот, кто приехал и официально зарегистрировался в этом городе, в сообществе, обязательно дети должны ходить в школу. Первая встреча проходит с родителями. Естественно, в этих учреждениях, которые отвечают за, как мы вчера сказали, Горано, Облано, вот этот вот уровень управления образованием. Проверяются все документы. Ходили ли дети в школу? Потому что, если мы говорим о беженцах, то, как правило, много детей, которые не ходили совершенно в школу, ребенку 13 лет или уже подростку 13 лет, еще никогда не видели школу. Понятно. Или, например, наоборот. Дети уже с очень высоким уровнем знаний, владеющие пяти языками иностранными и так далее. Происходит первый сбор информации, что представляют из себя эти дети и семьи. Потом уже определяется, каков уровень знания немецкого языка. Потому что есть иногда дети, которые уже знают язык. Есть те, которые родились в Германии, до сих пор не владеют немецким языком. Такие тоже случаи бывают. Поэтому, в первую очередь, определяется уровень знания. И происходит распределение по классам. Либо идет ребенок в класс со всеми, либо же есть специальные классы для обучения немецкому языку. Первый этап может длиться по-разному, в зависимости от индивидуальных способностей. В этих классах идет только изучение немецкого языка. Это специальные классы для детей, не владеющих немецким языком. Сейчас в Германии стараются отойти от всех этих понятий мигрант, не мигрант и так далее. Мы начали говорить о детях, не владеющих немецким как родным языком. Потому что понятие мигрант все равно является каким-то клеймом. Поэтому мы отходим еще и от этих понятий культурализации. То есть не все связано с культурой. Поэтому больше говорим о миграционном сообществе, о миграционной педагогике и так далее. И о вопросах владения языком. Именно это является критерием распределения учеников. Является ли немецкий родным языком, владею ли я немецким языком на уровне родного языка или нет. В этих классах обучения немецкому языку, конечно же, оценок нет на этом уровне. Никаких совершенно. Дети просто обучают языком. Потом уже учитель, который преподает в этом классе, наблюдает за способностями, за тем, как идет процесс обладения языком. И начинается частичная интеграция в нормальный класс. Частичная. Сначала на те уроки, где язык может не совсем так востребован. Это физкультура, рисование. Если дети уже владеют английским языком, идет интеграция на уроки английского языка и так далее. Это частично. На этом уровне тоже оценивания еще нет. Они не получают оценки ни за физкультуру, ни за английский и так далее. Потому что есть определенные стандарты, какой уровень языка должен быть, на каком этапе. И когда достигнут тот этап, когда дети эти могут без проблем интегрироваться в нормальный процесс обучения, они переходят полностью в эти классы и обучаются по всем предметам уже совместно со всеми другими детьми. Это вот таков опыт работы в саксонских школах. Система поддержки. У нас нет психологов в каждой отдельной школе. Есть общая система школьных психологов, но... Извините, а у нас уже есть, так я понимаю, во всяком штатном расписании есть. Да? Извините. Психологи есть на уровне, допустим, муниципальном, когда несколько специалистов, и они ездят по всем школам. А в каждой школе их нет. Что сейчас как бы вводится в саксонии, это система социальных педагогов. Это социальные педагоги, которые работают с детьми и работают с семьями, в первую очередь с родителями, потому что, конечно же, процессы образования детей нельзя рассматривать, оторвав это от семьи. Это единое целое. Дети, семья, родители, потому что родители, естественно, оказывают очень большое влияние на детей, поэтому очень большой упор делается на работу с родителями. Вот эта тема возникала, да, и говорили уже об этом, и представители нашего здесь сообщества Хильского говорили. Если обобщить, вот вопрос общий, да, что чаще? Противодействие или нежелание идти на контакт со стороны родителей детей-мигрантов или со стороны родителей так называемых коренных детей, что я не буду возиться, чтобы мой сын, моя дочь возилась там с ребенком-мигрантом. Ведь и то, и другое, насколько я понимаю, встречается, мы сталкиваемся, может быть... Прокомментируйте здесь это немножечко? Вы? Прокомментировать можете тут хозяйство? Нет? Кому? Кто? Вам говорю? Вам? Такие случаи, естественно, случаются, единичные, да, что и родители говорят о том, что местные родители говорят... Это правда единичные? Извините, что я перебиваю. Да, такие случаи есть. Ну, я слышала, по крайней мере, но специально, так скажем, я это не изучала, насколько это часто встречается. Но со стороны и местного населения встречаются такие фразы, типа, ну, я не буду в эту школу водить, потому что там слишком много детей-мигрантов. Значит, учителя... Ну, вот такая фраза, да, от родителей. А со стороны... У родителей-мигрантов в работе учителя, конечно, тоже возникают проблемы, потому что иногда просто родители не понимают, что хотят от него учителя, из-за того, что низкий, да, уровень владения языком. Но так же, как и с обычными родителями, учителю важно выстраивать отношения, доверительные отношения, систему работы с этими родителями, как там коллега Сийко, да, госпожа Сийко сказала очень хорошо. То есть такая же важная работа с родителями-мигрантов, с учителем, конечно, должна проводиться. Да, я понял, спасибо. Хотел заполнить? Еще просто напомню, что еще есть в системе поддержки таких... Сейчас как бы это вот новшество в Саксонии, с января буквально этого года в школах стали работать еще и так называемые интеграционные сотрудники или посредники, да, вот... Медиаторы как раз, да. Это те, в основном, в этом году как бы первый набор, так сказать, пилотный проект сделали отбор людей, которые, например, из Сирии, владеющие арабским языком, потому что там как раз-таки иногда возникает очень много проблем. Вот они, это люди, которые приехали оттуда сами, то есть сами мигранты, имеющие высшее образование, и которые поддерживают сейчас школы в этих процессах интеграции. Очень важно, конечно. Это вот совершенно как бы различные службы, которые... Потому что учитель один со всеми проблемами справиться не может. Это невозможно. Это как бы нужно реально рассматривать эту ситуацию, поэтому сейчас складывается такая система поддержки, да, на уровне различных вот сотрудников. Вот это тоже есть сейчас как бы в Саксонии. Спасибо, очень поучительно. Спасибо. Спасибо. У нас очень важно было, чтобы обеспечить сотрудничество родителями этих детей, которые не владеют български язык, как вы называете, как родной язык. И у нас были такие государственные программы для людей, которые... К сожалению, у нас были такие люди, которые не владели българский язык, даже българские гражданины, но и с меньшинств. И это были государственные программы для, как по-русски, первоначальной грамотности, чтобы научиться читать, писать и вообще знать языка. И это было, я думаю, что это была очень успешная инициатива, потому что как один человек, который не владеет официальный язык, будет мотивировать его ребенка, чтобы учить? И как он может помогать, например, когда есть домашняя работа на болгарском языке, а он не знает этот язык? И теперь для этих людей, которые мигранты и беженцев, которые не знают българский язык, есть бесплатные курсы по българскому языку, которые организируют българский Красный Крест. И тоже были такие курсы, которые были организированы и государственные агенции беженцев. То есть, я хочу сказать, что это очень важно, чтобы тоже взрослые были интегрированы через языком. И если есть такие возможности на государственном, муниципальном уровне или даже через волонтеринг, добровольческой организации это сделать, это будет поддержка для учителей. Потому что если родители знают язык, это будет легче. И даже медиаторы не будут нужны. Ну, не помешают, я думаю, не помешают, но очень хороший пример, да. Эти унимиграционные курсы являются обязательными в Германии, допустим, для всех мигрантов. Интеграционные курсы, и они состоят из языкового курса и плюс ориентационного курса. То есть, если мигранты приехали в Германию и не владеют немецким языком, то есть определенное количество уроков, 600 часов по немецкому языку. Они должны обязательно прослушать. Без этого, если я не представлю документ, что я прошел этот курс, допустим, я приехал без знания языка, то я не имею права получать какие-то пособия и так далее. То есть это обязательства, которые введены для мигрантов. И этот курс ориентационный, так сказать, он включает основы, правовые основы, когда мигрантам объясняется, каков закон Германии, каковы ценности, каковы нормы и так далее, и так далее. Все мигранты должны пройти эти курсы. Ну, у нас, по-моему, то же самое делается. В этом мы совпадаем, слава богу, да, то есть осознанная, достаточно грамотная политика. А, Дина, что в США, пока Трамп не отменил программу Green Card? Нет, но грозится уже, по-моему, отменить. Ну, вы знаете... Ну, не будем отвлекаться на это, не будем. Нет, 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 я вот хотела вернуться к тому, что вот есть семьи, которые приезжают как бы временно, да, то есть они собираются уезжать, и что с этим делать? Конечно, это у нас тоже есть. Вот я работала, проводила исследование в одной школе, и там многие вычислия говорили, что вот вьетнамские дети, они часто, они исчезают на три месяца. Наверное, вся семья едет домой, и потом они возвращаются, а, значит, курсы продолжаются. Но я думаю, что на начальных уровнях, во всяком случае, эта проблема решается тем, что вместо вот английского, литературы, английского языка, у них специальный класс в то же самое время английского языка для иностранцев. Обычно эти классы меньше, там не 30 человек, там 10 или 15, потому что просто по набору получается так, что вот если сколько там иммигрантов бывает на каждом уровне, в каждом классе. Обычно этот класс длиннее, и, конечно, они оцениваются по-другому, то есть там отметки, там, по-моему, ставятся, но по другим принципам. И проблема возникает в старших классах, потому что им надо уже сдавать экзамены, которые как бы более важные. Но в начальной школе эта проблема, мне кажется, вот этим решается. И да, проблема вот работать, как работать с родителями, это очень большая, очень важная. И считается, что надо на их же языке им помочь понять, что школа от них требует, потому что обычно требования очень отличаются от того, как это было в их стране. Большое спасибо. Мы практически выбрали, если даже немножко не перебрали наше время в эфире, но разговор, мне кажется, того стоил. Я понимаю, что мы не можем и не могли рассчитывать на то, что мы здесь выдадим кто-то из экспертов, выдаст рецепты, мы сразу все поймем, все перестроим и так далее. Но я считаю, что это была очень полезная встреча и для практиков, и для ученых, хотя бы с той точки зрения, что я, насколько я понимаю, как я чувствую, вот в ходе этого разговора, были моменты, когда совершенно четко вот вы попадали в резонанс друг к другу. И это тоже дорогого стоит, когда ты понимаешь, что, ага, слушаешь другого, про себя думаешь, точно, точно, вот я тоже так думаю, вот я тоже бы так хотел или хотела. Да? И в этом тоже своя польза, и в том числе и польза какая-то вот эмоциональной подзарядки. Если я правильно вас понял, давайте поаплодируем этому обстоятельству. Это аплодисменты не мне, как легко догадаться. Спасибо большое, я на этом давайте будем заканчивать. Вам огромное спасибо, уважаемые эксперты. Вам спасибо, что вы добросовестно слушали, принимали активное участие. Я вот сейчас подумал, это вьетнамский мальчик плохо понял му-му, а русский-то мальчик вообще лучше поймет, да? Ну это так уже, а парт, реплика в сторону. Мы прощаемся, огромное спасибо и вам, уважаемые телезрители, за то, что вы нас внимательно смотрели и слушали. Ну а наиболее внимательно определили, возможно, внимание на то, что аудитория сплошь женская. Я здесь один среди дам. И это, в общем, лицо современной педагогики. Спасибо всем за внимание, спасибо за участие, до новых встреч. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...